Всем привет! Я хотел бы сегодня рассказать о жизни в городе Дюссельдорф, потому что Германия достаточно разная, зарплаты разные, ну и качество жизни тоже как бы все везде по-разному. Мы живем в Дюссельдорфе, для нас это оптимальный вариант, то есть он из всех городов Германии, которые мы были, он нам нравится. Атмосфера здесь достаточно хорошая, свободная, что для Германии, конечно. Уникальный такой, я бы сказал, вариант, уникальное явление, потому что не везде это так. Мы жили в Бухуме до этого, там совсем все по-другому. Есть еще провинции, провинциальные города в Германии, там вообще, ну на самом деле ужасно. Особенно если ты переезжаешь из Москвы в такой маленький городок, то это, то есть я бы сказал, там на основном снобы или снобы. То есть, как бы очень сложно жить только в маленьком городке. Дюссельдорф, он, ну 600 тысяч у него жителей, для Германии это большой город. Вот, преимущество еще в том, что тут есть река, здесь это центр, столица моды немецкой. Вот, достаточно много богатых людей приезжают, также с Эмиратов, с Россией много туристов приезжают. Вот, поэтому хотелось бы рассказать о плюсах и минусах. Зарплата, беженцы, которые к нам нагрянули за последние несколько лет. Ну и цены, цены на квартиру, на недвижимость, то есть на жилье, там аренда жилья. Вот, и вообще показать хотелось бы сам город. Сейчас у нас 9 мая 2018 год. Это в Москве празднует День Победы. У нас тут никто ничего не празднует, конечно. Вот, тут обычный рабочий день. И попробуем вам показать наш город сегодня, потому что погода у нас сегодня очень хорошая. Плюс 27. Вот. Так, начнем мы, наверное, с стоимость квартир в Дюссельдорфе на 2018 год. Средняя стоимость аренды, да, то есть за квартиру, это, я бы сказал, ну, наверное, в районе 800 евро. 800, там есть, конечно, и 1000, 1100, но я бы сказал, минимум это уже, ну, так на семью, то есть 3 человека, допустим, да, семья. Это уже в районе, там, 750-800 евро. Вот, зарплаты средние я сегодня специально смотрел на немецком сайте статистику зарплат. Там написано, что там средняя зарплата, ну, такая, у среднего класса, что ли. Ну, то есть это не врачи, конечно, не, они не айтишники, а именно такой рабочий класс. Средняя зарплата 2000 где-то евро. Бруто, да, это значит, вне-то это в районе 1600-1500 евро. Ну, скажем, нет этого. Нет-то? В России нет, разве нет этого? Ну, короче, бруто это, это как бы зарплата, полная зарплата, но нет-то это как бы, когда вычитают налоги и за медицинскую страховку, и еще кучу других налогов. И человек чистыми получает, ну, скажем, полторы, если у него бруто 2000, где-то он полторы получит чистыми на свой счет. Вот с этих полторы тысячи евро он должен заплатить за квартиру, которая стоит, скажем, 800, допустим, у нас она стоит 800 евро, 79 квадратов у нас. Вот. И получается, как бы, вот 1500 минус 800 плюс всякие выплаты за интернет, там в районе 40 евро, за мобильный телефон, который здесь, к сожалению, дорогий, как бы связь тут никакая. Ну, вот мы за мобильным платим, я плачу 30 официально, да, то есть на самом деле выходит и 40, и 50 иногда выходит в месяц. Иногда 100, но это уже, если я летаю с границ. Вот. Жена моя платит 15 официально, но тоже у нее выходит 20 и 30 евро в месяц. Вот. Плюс свет, да, то есть туда не входит, ну, квартира у нас 800, но это не входит, туда не входит свет. Свет мы платим на электричество, да, это 80 евро в месяц. Вот. То есть, грубо говоря, как бы, особо ничего не остается. Ну, а еще и садик. Садик мы платим 70 евро за еду, то есть за сам садик мы не платим, садик у нас государственный, но 70 евро в месяц надо платить за еду, за пропитание. Вот. Ну и много других расходов, то есть, например, машина у нас, мы платим за машину 300 евро налог в год. За дизель, потому что у нас дизель. Также в районе 200 евро за квартал за страховку. Это потому, что я жил в Москве, да, то есть из Германии переехал в Москву и, соответственно, долго не ездил, поэтому у меня такая дорогая страховка. Люди, которые, скажем, у них большой стаж, и они все время ездили, они платят, конечно, меньше за страховку. Вот. Потом еще выплаты там типа вот эти желтые ангелы, да, то есть АДАЦ. Это там в районе 100 евро, 109 евро в год. Ну, короче, накапливается по всяким мелочам. То есть тут 100 евро, там 50 евро, здесь 20 евро. Вот. Еда, если экономить, ну, грубо говоря, не питаться в кафе, там, в ресторанах, а просто закупаться в магазинах и потом готовить дома, то выходит на семью, ну, в районе там 300-400 евро в месяц. Вот. Поэтому если кто-то думает, что там вот, скажем, даже простые рабочие в Германии зарабатывают целых 1000 евро, ну, допустим, курьер, да, то есть курьер зарабатывает 1000 евро. А потом, например, у нас, мы живем около аэропорта, у нас, Десюльдов аэропорт, у нас там, например, люди, которые работают на чекине, они, если полный рабочий день у них, то они тоже зарабатывают в районе 1000 евро. Вот. Если, например, человек один работает, то есть, ну, он живет один и работает он тоже, соответственно, как бы на себя, то с 1000 евро ему даже не хватит, по идее, ну, там, если у него... То есть он должен снимать квартиру самую такую дешевую, простую, например, там, за 500 евро, если он найдет, конечно, вот. Плюс всякие выплаты, да, и, ну, грубо говоря, с 1000 евро ему ничего не останется. Вот. Поэтому это все относительно, да, то есть, да, с одной стороны, 1000 евро. Для России это может быть много, ну, если там не брать Москву, а именно периферию, там, 1000 евро, это получается по нашему курсу сейчас сколько, 75 тысяч рублей. Вот. Но надо учитывать, что из этих 1000 евро он просто все отдаст. Что касается, например, цен на, ну, там, кафе, рестораны, да, то есть, ну, в среднем, это, по Европе, они, все цены, я бы сказал, одинаковые, потому что я часто летаю по Европе, за исключением, конечно, Дании или, там, Швейцарии, да, то есть, да, вообще цены космические, потому что там зарплаты выше, вот. Но если, например, брать, там, Германию, Францию, Италию, Грецию, да, то есть, то на двоих, например, сходить, там, в ресторан, ну, в среднем, будет, там, в районе 50 евро. Есть, конечно, места, где можно и дешевле поесть, и есть места, где можно дороже поесть, но средняя цена это 50 евро на двоих, это уже, там, с напитками и так далее. Вот. Потом бензин, ну, бензин тут дизель, например, ну, цена всегда растет и падает, потому что в зависимости, вот, праздников, если, допустим, праздники, то цена на дизель у нас сейчас 1 евро 26, если праздник, да, то есть, если, например, рабочие дни, там, вечером, по-моему, там, есть какие-то время, да, где цена специально, как бы, растет, потом она опять падает. Допустим, если люди все едут на работу, там, утром, тогда цена может быть реально, там, и 1,26, 1,25 евро. Потом она падает, там, до, ну, там, скажем, не знаю, минимум, который я видел здесь, в Дюссельдорфе, на дизель цену это 1,16, 1,16 евро, вот, это уже минимум. Так, я бы сказал, 1,19, 1,18. Вот, бензин, он, ну, конечно, дороже будет, то есть, там можно спокойно 1,40, там, 1,50 даже бывает, вот. Поэтому такие цены у нас на бензин, на дизель, вот. Что еще там? Что касается медицинских страховок, например, если человек работает на обычной работе, где у него, там, ему платят зарплату, то вот этих, как раз то, что я говорил, там, брута нет, да, вот с этих, с этой зарплаты, да, то есть, нам налоги, да, то есть, и также вычитается страховка. Есть человек, например, как я, который работает на себя, то есть, как бы, я не работаю, да, то есть, на работе, где мне платят зарплату и вычитают за страховку, ну, и налог, то человек должен отплачивать страховку медицинскую сам. И цены на нее, по-моему, там, ну, сейчас должны мне, например, я тоже, там, перерасчет у нас, вроде должны, мы сейчас будем платить 180 евро на 7 лет, да, то есть, в месяц. А так, по идее, цена, там, 250 евро минимум, да, то есть, в месяц. Вот. У некоторых, да, то есть, там доходит и до 400 евро в месяц, ну, и там и 800 есть евро в месяц, да, то есть, бывает, тут два вида страхования. Частное страхование, которое дорогое, и обычное. Вот. Отказаться от страховки нельзя, ты должен быть застрахован по-любому, те вариантов нет. Вот. Обслуживание, ну, я бы сказал такое, как, наверное, в России, только в России это бесплатно, ну, то есть, обслуживание такое, как в России в государственном, да, там, учреждении, в бесплатном, как сказать, варианте, что ли, то есть, то же самое, что вы получите в России по бесплатному страхованию, да, то есть, то здесь за это нужно еще платить, там, 180, 250 евро, а то и больше. То есть, отношение абсолютно такое же, там, врачи лечить не хотят, система, как бы, не особо хорошая. То есть, тут единственный плюс, если ты будешь умирать, или тебе понадобится серьезная операция, например, попал в аварию, или еще что-то там произошло, то, насколько я знаю, в России люди, как бы, собирают сюда деньги, да, то есть, на это, потому что это реально стоит куча денег, вот, а здесь никто деньги не собирает, здесь, как бы, если тебе нужна, реально, операция, ты там попал в аварию, или у тебя там, не знаю, оторвало ногу, и так далее, да, то есть, то это все, конечно, страховка тебе оплатит. Но, если ты, скажем, здоровый, и ты особо по врачам не ходишь, ходишь только иногда, может быть, к зубному там, или, не знаю. Зубные не бесплатные. Ну, зубные не бесплатные, но это другая тема, да, то есть, зубные не бесплатные, но они, как бы, если ты хочешь поставить себе, например, пломбы хорошие, то тебе нужно все равно будет доплатить за эти пломбы. Вот. Если, допустим, ты здоровый, да, ты особо-то не ходишь по врачам, ты ходишь иногда к зубному там, или еще что-то, на какую-то проверку, то получается, что, как бы, отношение к тебе не очень хорошее. Вот. То есть, как бы, более такой, система конвейера. И, соответственно, как бы, ты должен платить каждый месяц за страховку. То есть, получается, как бы, деньги в никуда уходим. Поэтому вот это, ну, есть плюсы и минусы, да. Я сейчас не говорю, что это минус большой. То есть, там, на самом деле, если реально у человека какая-то там серьезная проблема, и у него нужна операция, это, конечно, хорошо, что ему тут сделают, да. То есть, он, по-моему, там платит потом по 10 евро в день за пребывание в больнице. И то, по-моему, вот какого-то там срока, если он в больнице, то, по-моему, вот, не знаю. От месяца, я сейчас это точно не знаю. Вот. А во всем остальном, конечно, ты там, если у тебя какие-то мелкие проблемы, то это, конечно, полное попадало на день. Вот. Сейчас мы заедем на вокзал. Там есть парковка у нас. На счет парковок хочу сказать, что в Диссельдорфе парковки стоят где-то минимум 2 евро в час. Это минимум. Вот, поэтому 2 евро в час, это уже минимум. Есть в парковке там, ну, скажем так, если в самом центре, то парковаться, то получается, может получиться там. Ну, везде платные, во-первых. Во-вторых, ну, минимум, если в центре у нас есть бронингер-магазин, там есть парковочные места, это, ну, не знаю, там, 2-3 часа выйдет уже спокойно там 14 евро. Вот, ну, не знаю, сколько на рублей это будет. То есть здесь евро у нас, по-моему, по 750 рублей, ну, скажем так, тысячу рублей вы отдадите. Вот. То есть на рубли. Поэтому многие у нас ездят, даже у которых есть машины, да, то есть они ездят на на трамвае, на общественном транспорте, потому что как бы в городе они не хотят парковаться, и это, конечно, геморг всегда, либо ты должен сюда заезжать, в паркхаус. Как у нас там говорят, паркхаус. То есть... Длин, мне вообще не туда заехал, да? Да. Это ведь за это вот, блин, козал. И мы сейчас вам покажем наш немецкий вокзал в городе Дюссельдорф. Можете посмотреть, сколько у нас там немцев, ну, вообще, сколько у нас там людей белых ходят. Ну, все, пока.